Добрый день, уважаемые зрители ОМЗАП канала, YouTube. С вами Павел, мастер-приемщик. Сегодня опять у нас видео по фрезеровке плоскости головки блока цилиндров. Будет у нас снова D4CB. Сейчас покажем технологический процесс. Расскажем, покажем, как что делать. С нами мастер Евгений, который будет этот процесс выполнять. Давайте приступим, посмотрим. Сейчас мы будем закреплять часовой индикатор на фрезу, чтобы прокатать по головке и посмотреть, какой перегиб. Ну, забегу сразу вперед. Евгений начал ее крепить к столу, и получается у нас головка винтом, потому что здесь влазит... Сколько, Жень? 5 сотых. 5 сотых, да, у нас перегиб. Но сейчас возьмем еще часовой индикатор, попробуем, покатаем по столу, посмотрим, как она у нас тут будет играть, как будет себя вести. Скажу сразу, она с перегретого двигателя. Перегретый мотор был, пошел антифриз в камеру сгорания. Подводим до касания. Оставляем, грубо говоря, на ноль. Ну, где-то сколько у нас? 3 сотки. 3-4 сотки, примерно. Ну, если бы не подложили, у нас бы на 5 поменялось. Ага. Да, она бы опустилась еще бы на 5, правильно? Да. Столу прижалась, и поэтому тут бы был перепад, ну вот. Без индикатора как-то так показано. Ну, соответственно, туда же на коныш мы с нуля начали, она туда бежит. Вон она винтом. Винтом, поэтому... Здесь 0 было, здесь минус ушло, здесь 2 плоскости. Здесь одинаковые. Поэтому с какого-то, с этого угла будем начинать, да, прицеливаться отсюда и пошли вперед. С наименьшим углом. Сейчас настраиваем резец по нашему, получается, левый угол. Там будем совершать касание и отступать. Сколько, Жень? Смехлёй, ступай. Ну, вниз будем опускаться. Вниз? Ну, на 0,05, вы можете сказать, да? Погрешность примерно 0,05. Первым проходом пройдем 0,05, там посмотрим, как у нас поведется. Сейчас выстраиваем, чтобы посередине проходил уголок как раз между резцами. Так, какими оборотами будем крутить? Семьсот. Семьсот. Первый проход сделан на 700 оборотах? Да, чтобы побыстрее прошло. Сейчас начинаем опускать шпиндель вниз. При этом смотрим на резец, как начнет касаться. Потом будем уже по индикатору часовому опускать ниже на 0,05. Да, касание у нас произошло. Индикатор выставляем на 0, тот часовой. Добавляем 0,05. И начинаем добавлять 0,05. Камера передает, наверное, медленное вращение, но на самом деле резец крутится. Фреза со скоростью 700 оборотов в минуту. Все, пошла работа. Можем отчетливо видеть. Можем отчетливо видеть. Итак, мы с вами завершаем первый проход черновой. Сейчас дождемся, когда резец выйдет. Сейчас откатываем назад, осматриваем, смотрим. Все, черновой проход у нас, по нему можем видеть, что все прошло, у нас вся плоскость взята, то есть 0,05 мы отступили. Сейчас будем делать чистовой проход. Сколько опустим? Две сотки. Две-три сотки, да, сколько получится. И обороты будем регулировать? Обороты будем. Обороты уменьшим на 350, да? Нет. Обороты ставим на 350, добавляем еще 2,03. Поехали. И подача стала у нас меньше, чтобы этот процесс у нас был максимально точно отрабатывала. Фреза по плоскости ГБЦ. Фреза по плоскости ГБЦ. Итак, уважаемые гости и зрители нашего канала, мы с вами выполнили фрезеровку плоскости головки блока цилиндров на двигателе Гранд Старакс Д4ЦБ. Плоскость у нас идеальна. Сейчас будем отдавать головку в цех для сборки. Ребята уже, я так понимаю, с нетерпением ждут. Ну, по времени можете видеть, хронометраж затрачен буквально 20-30 минут, поэтому все, отправляем на сборку, чтобы к вечеру счастливый владелец Гранд Старакса уехал на исправной машине. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, если понравилось, ставьте лайки. Всем удачи, пока, ждем в гости. Субтитры сделал DimaTorzok